мониторят скажите я я постараюсь исправить сразу уже на ходу у меня ухо зацарапалось извиняюсь же не отговори да все но все не будем тянуть то что все заждались мы заждались просто мы иногда начинаем говорить нас не остановить до еще стрима да и за сна вчера вот после стрима долго говорили как хорошо что вы нас не слышали да история умалчивает вот если опять уровень поднимусь подниму меня уровень скачет потому что подымуя подниму с уровень вот я пока так вот за уровень просто смотреть буду вы будете наблюдать ну что мы продолжаем наши еженедельные стримы по четвергам и пятницам вообще раньше мы делали их по моему пятница 18 по москве сейчас чуть попозже но у каждого у нас жизнь не виртуальная реальная что-то происходит что-то мы сдвигаем кто-то заболел кто-то не заболел и так далее но сейчас вот мы все переживаем за саню как он там все сдаст все экзамены мы его постоянно после стримов и ругаем вот чтобы поддерживаем не надо не надо будем скажу в конце не на поддерживаем ругая варю что учился да да но это понятно но смысле мы имеется еду я вы поняли я в общем сам за шпиняем да в общем мы его поддержим и так кто не успел налить чай и так далее идите наливайте я секунду жизнь можно перебью давай по каждому разу скажет нас как бы проверочку звука 1 2 3 1 2 3 дима 3 1 1 2 3 1 2 3 дурик и уже не все про уже извиняюсь надо просто я быстренько сейчас значит кто не знает атаки иногда бывают ребята что это такое пишут а что это такое вообще не понял не понимаю в чем это дело что в чем смысл этого всего действия ребята это настольные ролевые игры в частности на виртуальной доске рул-20 но сейчас у нас по системе гурпс ой у нас всегда наверно будет по стиме гурпс хотя как бы не знаю вот но сейчас по вселенной фоллаут вроде бы ничего не перепутал внизу до внизу написано что это такое проект рестарта на верху все ссылочки в следующих строчках это группа вконтакте саша бригана он же шурик он же наш гейм мастер дальше он был не гэму вчера он был гейм мастер дальше ссылочка на марка маковые профессионального художника который нам рисует различные акты по нашим водилкам дальше ссылка на гол 20.net на эту виртуальную доску которую нам помогает и вы на нее постоянно смотрите несколько часов в дальше ссылки в красноярске красноярская группа красноярская группа настольных ролевых игр вживую куда ходит denis по выходным есть такое вождение такое такое знаешь когда мы туда приходим шурик не даст собрать и кучей туда что пожрать приходит реально там он реально бананами рисуем вырисовываем как бы дорога как было то есть мне ну там реально согрежу шурик там бурат вы набирается море вообще уж там долго сидят люди дальше ссылка естественно на канал лазуритный гном на котором собственно все проходит собственно все то что именно официальные наши всякие ссылки всякая информация вот единственно что хотел просто тебя сейчас добавить буквально 5 секунд ребята у кого есть каналы группы какие-то идет где-то везде в разных зарегистрирован сделал делайте вот сейчас кто умеет новогодние себе логотипы то есть у вас есть какой там логотип делайте новогодний потому что это как оказалось сегодня я был свидетелем что это улучшает настроение людям вот поэтому там логотипчик повесили гирлянду и оказывается поднимите настроение новогодние создадите потому что скоро новогодний скоро праздник вот мы как-то тоже старт старцы будем это отмечать может быть фоллауте там будет елка новогодний я просто мы такие шли шли по пустыне а тут снег там с новым годом вам чтоб снегурка было ну ладно как же хорошо что завалили думаешь хотя хотя был хороший соперник фризу я закончился специальным вступлением все кто хотел принести бутерброды наверно принес сейчас их начал кушать и дальше ребят сейчас поздороваются мы начнем уже играть шурик ну я хотел бы только единственное сказать если вы не позволит конечно же а да 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 стрима по поводу той того вернее конкурса который нас проходит сейчас в группе это называется это групп в группе курсы проходит сейчас конкурс который называется курс зацепка вы можете найти по хэштегу курс зацепка это все необходимое и посмотреть там правил очень просты нужно придумать какую-то интересную зацепку для какого-либо приключения в жанре научной фантастики там уже есть много примеров вы можете посмотреть что придумывают другие люди и придумать что-нибудь действительно такое интригующее за чтобы ваши игроки могли бы зацепиться вот так да да подписывайтесь подписывайтесь вступайте в группу в контакте с сашей почему они просто группа во первых вы поучаствуйте в конкурсе во вторых вы будете в курсе событий и том числе и наших и каких-то вот около настольных ролевых событий а также у меня уровень опять извините уровень упал упал уровень вот такой вот он уровень шалун и также как я себе сегодня опять убедился не просто так и говорю всегда у саши есть twitter туда как-то называется подписывайтесь в twitter сашин да потому что это полезно как оказалось о чем собственно сегодня я сделал несколько смешных картинок но кто хочет найдет ну так в общем что саша продолжай если ты не закончил и меня все сюда ну и дальше там денис давай да действительно доброе время суда гребятки я это кайф это супер это володина это сногсшибательная игруха я считаю это одно из лучших игруш игрушек после наверно тетриса а потому что тетрис но это мы выросли на тетрисе ребятки жень ты играл тетрис да вот игру мы выросли на тетрисе потому и так и говорю фини в чем почему я сказал именно когда мы мы действительно берем с собой жрат вы набираем и и там помимо того что сидим оттопыриваемся решаем какие-то проблемы которые нам подкидывает грем в свое личное удовольствие еще и спиваем там что-нибудь покушать что ли действительно сперва для меня это было немножко в новинку а потом уже у нас вова геймри да нормально я постаре придут я бы привезу натуре там такие баллы это действительно крупно круто это обалденно потому что все добрая обстановка я и вообще вот по кайфу там действительно мод прям отдыхаешь это супер дима так всем привет не знаю что сказать давайте начинать играть не станет они еще а все вреды ребята мы начинаем играть в ролл 20 я по прежнему там валяюсь с пробитой ногой и очень сильно страдаю люди по всему нифига у не сильно страдает ребят ну а начнем поехали и так все переходим к игре давайте вернемся к этим событиям которые у нас произошли ребята расправились каким-то малолетним преступником так скажем криминогенным и засранцем прямом и переносном смысле ребят игре очень быстро они забрали его пистолет сушителем засрал и они сейчас находились внизу очень долго очень многое количество времени потратили на то чтобы расчленить этого молодого человека в общем то серия можно было довольно таки грубой можно немножко поправочку финя в чем именно по поводу расчленение всего остального как вот я просто сразу ввожу чтобы не было нюансов пока мы расчленяли получается вот мы три человека мы также как и было до этого когда вот мы забрали у аксель его ствол мы также раскидали шмот единственно только у меня в пакете руки-ноги покушать так чисто это просто дениса этот самый его персонажа в детстве учил не учительница математики все время говорила мол делите на многочленно и поэтому ладно хорошо все же давай воде и так я хотел уже не начать с акселя потому что там будет довольно забавная ситуация аксель ты собственно говоря сейчас находишься непосредственно в том помещении помнишь да вот и вас закончили с тобой это где он лежал на кровати на кровати вот и закончили мы на том моменте когда тебе дали они тебе не давали никакого ничего не дали мы просто убежали да хорошо вот рано у тебя не болит не менее диана выходит из помещения ночью где-то 4 где-то где примерно так где-то около того и ты остаешься здесь один а одет этот дед лежит спит он храпеть начинает они не спит а наверное бессознание скорее потому что боль такая адская что наверно даже не выдержит просто дарил за его не решила на низком пульсе а теперь кидай пожалуйста свое свой навык то-то-то там не навык а свою внимательность а именно услышать на 13 очень интеллект или у него на мнение там просто бонус плюс 3 агапу на 13 о 4 успеха ты слышишь голос охранника номер один он стоит прямо рядом с дверью и ты слышишь как он пытается сначала открыть дверь и потом он говорит куда-то в пустоту вышла если вы хотите забрать вам нужно поторопиться как можно быстрее скорее всего на вернется сюда в ком то я покажу конечно что будет и даже шаги удаляющийся от твоей двери ты лежишь ничего не происходит буквально 10 минут через 10 минут какой-то неизвестный тебе человек заходит в комнату в комнате нет света сразу прибеждаю она ну свет полностью выключен полосе темная дверь закрыта дверь закрыта да вот неизвестный человек заходит внутрь сейчас я вот покажу вот заходит внутрь моряка страшная шварь зашло да ты видишь его силуэт он закрыта капюшоном он с поднятыми руками ты видишь в руках у него какие-то огромные металлические такие конструкции на руках но он закрывает вот так вот какими-то штуками вернее не подолом плачных площадок и бывают такие большие но я понял да она таки и он имеет закрывает собственно эти штуки металлические которые закрыты он смотрит сначала на охранника поворачивается к нему рукой значит его так трогает охранник не подают виду вообще никакого потом он поворачивается к тебе смотри выделяешь свою фишечку и сверху появляется квадратик как вот сверху а все понял и просто вот так смотри как бы лицо твою находится здесь наверно ты лежишь вот так тебе и тянет руку к тебе непосредственно ты с открытыми глазами и закрытыми держишь глазом с приоткрытым глазом знаешь чтоб он еле-еле приоткрыт вот но при этом чтобы фокус был лучше в темноте мы так хорошо лежи просто и было все уже тем не менее он другой тебя за мое тело такой и при этом произносит спишь и отвечаешь ему что-нибудь на это или нет ну и на хитрый вопрос отвечает чё ты да хочу бояться у тебя я зависит от того кто спрашивает воспитатель аманная каша будет так и отвечаешь он говорит ясно несет бред отлично и он заходит за тебя как бы за твою койку и присаживается чего-то ждет проходит буквально минут десять ты слышишь как женские шаги именно на каблуках возвращаются обратно открывается дверь девушка держит себя в руках в левой части ночи такой большой поднос в нем явно плещется вода и какие-то инструменты судя по всему она закрывает дверь своей ногой правой обеими руками она сейчас держит этот поднос она заходит внутрь осматривается вокруг у нее на подносе там свечка видимо какая-то плавает в воде по сути на какой то она ставит это поднос вот на этот вот столик после чего она доет и смотрит на охранника разворачивается к нему смотрит него смотрит что и вот тот момент когда она возвращает разворачивается обратно ты видишь как вот этот парень потихонечку выходит сюда и начинает ну и поднимается над ней начиная поднимать ты можешь меня сейчас останавливаю секунду когда ты можешь действовать то есть ты можешь здесь ты не привязан к койке поэтому ты можешь делать все что захочешь просто подстава и девушка резко разворачивается и девушка же получает удар в лицо по всей дури с этой перчатки это силовой кастет до силовым кастетом у моего брат убил ее нет не включает кастет на электромагнитных импульсов и там еще чего-то он просто ее бьет металлическим кастетом в лицо но бьет ее слабо она начинает копаться что-то ищет на ней потом он поднимает этот мужик я их спасти хотел чтобы она заметила и смылась а тут видишь сейчас тебе нагнулся к ней как бы и сидит на корточках на корточках то есть он на уровне его спина на уровне твоей койки то есть вот может так вот руку ему положить на спину заходишь вдруг вот и он у тебя не обращать никакого внимания он чем-то там и занимаетесь а у меня из оружия ничего нету да я тебе надо есть куча инструментов которые валяются оставил их пилюльки наставил их там еще один оставил не погоди это хирургический зал режущий колющая пила вот это то есть такая тема когда перепиливают эти там дальше получается скальпель может вилка какая-то день валяется кружка там валялась на полном саням не надо кидать на perception ну на внимательно ну или как или на 1 сервис не что-нибудь потому что увидишь вокруг видишь ты спроси все зачем тебе кидать просто держите уже вот и ну смотрите просто скажет там темно дано perception кидать не надо ты просто не скажи что ты хочешь видишь непосредственно не она ты мне скажи что у меня допустим под рукой там что я могу нащупать вот нужно или там скальпель может есть какой-то ряд карандаш скажите грифель от карандаша ты находишь там не скальпель и все остальное и так далее и тому подобное ты понимаешь то есть вот я извиняюсь что говорю скорее всего одно сложное дело где вот смотри вот дело-то не в этом то насколько я понимаю там вообще после операции их много в разных сторонах то есть смотри там вот эти зажимы длины лишь таки куда идет есть помните он эти на операции такие монет шара скальпеля то есть какие-то определенные там зажимов там конечно больше из круглыми то есть всякими то есть основной приоритет то есть вот такая вот тема там самая мощная наверное там скорее сюда пила будет которая перепиливать кости вручную я просто думаю в чем прикол если взять скальпель да можно тихонечко руку ему под шею подсунуть и перерезать глотку хорошо бери скальпель так такой есть резон как бы чтобы не чем-то тяжелого лупить открытая така будет уклон а нет у него не сейчас не будет уклонение потому что находится спиной не может сложить на можно и можно паузу сань можно извини извини можно смысл смысла в чем чтобы сделал я я бы взял бы зажим и отчего я сделал приблизительно на уровне уха и вогнал бы туда то есть смысл в чем объясняю а почему не скальпель зажим он тупой объясняю как короче смысл в чем свое время я не помню была такая негатив короче свое время заставу все все так перебили то есть человека делали чо он но это как бы это историческая тема то есть его ним не сонны потому что если он сонный он крик не да а то есть такая тема а так растомашили бах ему шом пол прям в этот в ухо он брык готов твою имею такая тема так вот так и здесь то есть практически этот зажим все то же самое он то он сложен он наконец-то не понимаешь я не могу сильно ударить у меня там не смогу ударить какую же мне ты сможешь на самом деле осталось особо нет из по сутки воевали это у меня мне кажется лучше скальпелем все равно сломать и реже как хочешь но я проникающий а там режущая рано тань там можно сюда скальпелем ударить я могу еще не попасть понимаешь там это просто понимаешь там ты тебе нужно ударить таким образом чтобы он а не вызвал эти как у подмогу какой-то это во первых ну как вот от чего я отталкиваюсь то есть потому что если ты рисунешь у него сможет там что-то сделать я ему перебрежу артерию и глотки что у нас не можем у денис ну смотри давай зара не сможем может выгнать скальпель настолько и перерезать просто голосовые связки да и мы просто в соборе реже сне ну реже давай это острый не вопрос ну не забывай режущий колючок лище крит больше правильно шурик ну там не совсем там ну да курище умноженное на 2 урон делается режущий плюс полтора смотри сам тем не менее иногда бывает больше урона посредством оружие и именно там то что размашисто идет ну смотри сам братьюн дело твое но ты на на месте аксель я бы я бы поступил именно со скальпелем вперед работы да ну давай саня тогда по скрытой атаки режем ему со скрытой атаки да ну да хорошо смотри что нам необходимо сделать нам нужно чтобы ты 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 кинул если силовым кулаком пробьет ему она смотри в итоге у тебя ловкость минус 4 будет по ножам наш ножей у тебя как таковых нет как я понял да саш ты же не качал ножей воде не помню холодным мне не качал не помню не качал значит ловкость минус 4 но поскольку это полная атака ты полностью вкладываешься в атаку тебе защищаться нечем ну незачем не надо но да у тебя будет ли 4 соответственно гасишь все свои минуса у тебя получается в итоге 17 13 но поскольку ты не можешь сделать здесь телеграфическую атаку а именно ту атаку который как бы показывает твоему противнику куда ты бьешь то есть ну ты прицеливаешься но ты прицеливаешься при этом лучше он все равно защищаться не сможет потому что не видит как ты показываешь ему куда то надо но тем не менее ты получаешь еще дополнительный плюс 4 у тебя и того становится 17 навык и если ты кинешь 6 и ниже то у тебя критический успех давай давай крит провал давай 17 ниже против 17 получи ось 9 9 да отлично теперь мы должны определить это было 8 успехов 8 успехов смотри теперь мы с тобой должны определить урон потому что ты же бился с полной силы правильно я понимаю это там режущий 1d минус 1 урона ну один кубиком 1 до 6 минус 1 ну таки не один кубик а мы вычтем но ночи 0 урона а то такой слабый урон у него что ли у ножа ну да он слабенький это скальпель ешьте говорю что делать такой был он резко резанул по шее ты слышишь он такой хватается за шею резко лишь брызнул немного крови в разные стороны а теперь я кидаю на страх шок страх там все остальное шок и страх это одно и то же да и 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 плюс 4 теперь кидаем он кидает не могу понять 15 ой 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 я кидаю сейчас на страх страх работает следующим образом во первых я кидаю бросок на силу воли если его не прокинул а я его не против на 4 не добавляя значение 4 к следующему броску на 3 до 6 кубиках в итоге вы видите до 11 плюс 4 у меня получается 15 эффект страха это сильно испугался это очень сильно испугался короче тип но да и он сейчас замер от страха на 5 секунд ты можешь еще и на 2 секунды ему в глаза так смотри ты можешь заявить атаки по частям тела сразу тебе говорю может попытаться в сонной артерии ударить еще куда-нибудь 2 раза в глаз в один сначала потом во второй потом смотри у нас 9 находится в движении пускай он не защищается находится движением под рукой еще предметы есть поднос воткнется ему просто в голову где вот это интересно будет давай шурик давай дальше а ты будешь бить не а там есть еще какие-то камуф ну я могу чуть тяжелая мушки ну давай то есть молоток так вот такой силовая кувалда энергетическая бурнаш так как ему так кинуть хватит он самая молоток это неплохо да молоток там есть смотри но наносит крашинг и урон его 1d плюс 3 хорошо ну к моему в череп туда молотком и перед минус 5 давай по минус 5 а вы смотрите череп так 13 плюс 4 17 минус 5 12 ниже не кровожадные вы какие-то неправильно убиваете вот я убил человека я его так разрезал что сожрать его сейчас можно подожди подожди ну так а теперь накидай 1d плюс 2 и плюс 3 1d плюс 3 а молоток она плюс 3 деда да ну это у него очень там плюс 2 молоток идет а у него один дописать колька не снова плюс 9 9 9 урона ну чтож папа 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 9 урона а я теперь кидаю на нокаут с минус пятью он почему мне так не везет почему я жопу еду в этот горюк ему разнёс там шелестю грязнула значит что-то вот я предела кровь но там все в брызгах 2 удар я дальше ему туда давай давай брат третий удар он выдержал ну я так зря что просто его уроном там зафигачил потому что ты попадаешь он стоит какой-то он упал замечательно оба сыну мы просто не будем откидывать эти урона ему реально плохо там просто упал вот на эту койку так так надо короче его обыскать снять эти кастеты на вот кастеты от себя сразу их одеваю так хорошо ты пошел обыскать но сейчас подожди давай теперь быстренько другую сцену перенесемся или я что-то не понял ходить не может он может ползать по сути смогу это не я на него на ноге может ходить а я хожу руками должен содержать себя чем где-то там на койках еще как-нибудь он должен ходить на но на ноги и ваш ходить а тем временем мы вернемся обратно в зал это то что вещи и гадарщина вот мы вернулись в зал тут самый с большим слоном черным слоном это кто среди нас записался а это вурст такой вурст кончита а ты сейчас узнаешь я не знаю а я думаю я вот так 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 вот надо к нему находиться же не аккуратнее будет сбрекла жили же не хорошее срочно я просто хотел вас немножко разрядить разрядил нормально каждому свое давайте не будет слона натравлю как в 11 какую на него опустит